Здравствуйте, меня зовут Люжень, я из Сирии, я изучаю русский язык в Дамасском университете. В электронных письмах мне встретилось выражение «доброго времени суток». Почему оно появилось и стоит ли его употреблять? Здравствуйте, уважаемые зрители. Ритуальные фразы, используемые для вступления в контакт с другим человеком, являются значимым элементом любой лингвокультуры. Некоторые приветственные формулы имеют четкую связь с тем временным промежутком, в котором они используются. Доброе утро – фраза для приветствия только утром, добрый день – днем, добрый вечер – вечером. Приветствие доброго времени суток или доброе время суток появилось в русском языке с распространением электронной почты и других жанров сетевого общения. Сторонники этой фразы исходили из того, что отправление электронного сообщения и его прочтение могут не совпадать по времени. Автор письма напишет вечером, а получатель, возможно, прочтет только утром. А уж если адресатов много, как, например, в случае с интернет-форумом, то они могут читать одно и то же сообщение в разное время – кто-то днем, кто-то утром, а кто-то и ночью. Поэтому для соблюдения вежливости по отношению к каждому адресату сочли необходимым приветствовать его без обозначения конкретного времени суток. Ничего страшного в подобном неологизме я не вижу, но рекомендовал бы нашим зрителям пользоваться им с большой осторожностью или не пользоваться вообще. Вариант «доброго времени суток» нарушает определенные грамматические традиции русской речи. Дело в том, что для приветственных фраз данного типа характерен именительный падеж, а родительные же употребляются в прощальных. «Добрый день», «доброе утро», «добрый вечер» – это приветствие. А вот «доброго дня», «доброго утра», «доброго вечера» и «доброй ночи» – прощание. Вариант же «доброе время суток» грамматически верен, но избыточен, поскольку в русском языке и так есть ряд хронологически нейтральных формул приветствия. Например, это слово благопожелания «здравствуйте». Кроме того, нужно учитывать, что обсуждаемые нами речевые формулы вызывают неприятие и раздражение у целого ряда носителей русского языка. Поэтому употребляйте их только если уж очень хочется и только обращаясь к хорошо знакомым собеседникам. Русский язык – великий, могучий, но сложный в употреблении.